МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поселка Жибы недовольны своими дорогами. Сотни безработных арагандинцев получили шанс найти работу. Ерлану Утешеву грозит до пяти лет лишения свободы. Накануне ему предъявили окончательное обвинение. Экс-руководителя управления энергетики ЖКХ, совершившего ДТП со смертельным исходом, будут судить по статье 296, ч. 2. Другими словами, нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В пресс-службе ДВД области также сообщили, что дело передано обвиняемому для ознакомления с материалами, после чего оно будет направлено в суд. Напомним, в феврале Ерлан Утешев в состоянии алкогольного опьянения выехал на внедорожнике на встречную полосу и протаранил два автомобиля. В ДТП погибла женщина. Чиновника арестовали. В изоляторе временного содержания он находится по сей день. Жители района ЖБИ недовольны своими дорогами. Две недели назад службы по ремонту дорог укладывали новый асфальт. Однако некоторые места они, вероятно, забыли залатать. Подробности у нашего корреспондента. Разбитые дороги, необустроенные детские площадки – проблема жителей района ЖБИ на протяжении уже не одного года. Недавно прошедший ремонт не порадовал местных жителей, а даже наоборот разозлил. Ремонт прошел, все перерыто и ничего не закончено до конца. Значит, сделали, провожили асфальт. Через несколько дней в этот канал приехал, разрыл асфальт здесь. Навели грязь страшенную. Глину растащили дальше. Все, асфальт не доделали. Находится рядом остановка. Выходят пассажиры. Выходят дети, идут в школу. Не конкретно здесь идут. В школу, со школы идут. Родители идут. Значит, сопровождают детей. Учителя идут. Значит, вот эта вся грязь тащится на асфальт. Когда они заходят, начинают ноги ветерать. Машина проезжает, всю эту грязь тащит. Буквально на днях был дождь, который здесь стояла лужа, невозможно было пройти. Сейчас вода ушла. Жители района больше переживают за своих детей. Малыши ходят по неблагоустроенным дорогам в школу, где каждый день проезжают машины. Дорога разбита. Все, кто в школу едут, через дворы проезжают. Детей выпустить во двор опасно. Площадки тоже у нас никакого условия для детей нет. Сами собрались с родителями, привезли полмашины песка детям. Высыпали. В итоге потом песок исчез куда-то. Приезжали покрасить площадку нам восстановить. Поставили одну этажерку, с которой дети, пацаны, падают. Уже трое ушибли себе хорошо ноги. И покрасили две лестницы только, привезли кучу краски. Покрасили, собрались и уехали. Все, они свой план сделали. Больше мы их никого не видим. По словам местных жителей, когда наступает весна, вся вода по дороге стекает прямо в подъезды. Пройти невозможно. Вся вода вот через эту бордюрчик, вроде сделали предохрану, она все равно вся в коридор шла. Первый этаж вообще бучается. Там ямка сделают, бесконечно выливают. Вся вина, как считают недовольные, лежит на Акимате. Они утверждают, что единственная помощь от него – это одна карусель и то, на которой же многие дети набили себе синяки. Амина Смакова, Баужан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Далее все самое интересное. Девятая международная выставка технологий и оборудования для горно-металлургического комплекса и рационального использования недр. Майнинвик Казахстан 2013 с 26 по 28 июня. Караганда. Стадион «Шахтер». Телефон плюс семь, семь, два, семь, двести пятьдесят, девятнадцать, девяносто девять. Иссык-Куль. Райские отдыхы доступны каждому. Великолепное горное озеро, песчаный пляж, чистейшая вода, горы, аромат зелени, благоухание цветов. Благоприятные условия для отдыха и лечения. Отдых вместе с Карлыбаш. Сорок два, сорок два, пятнадцать, сорок два, сорок два, двадцать и один. Предприятие, включенное в карту индустриализации, активно модернизируется. В этом накануне убедился глава региона Баужан Абдишев во время очередной рабочей поездки. Он посетил предприятия Караганды и Тимиртау. В частности, на заводе по выпуску пластиковых труб Жако Караганда планируется открыть новую современную линию. За счет этого значительно увеличится их производство. Все подробности далее. Такие пластиковые трубы для холодной и горячей воды обычно горожане устанавливают у себя дома. Практично и эстетично, говорят производители. В год за счет автоматизированных линий здесь выпускают до 7 тысяч тонн пластиковых труб. В планах руководства предприятия – расширение ассортимента продукции. Здесь идет реализация проекта по производству рифленых труб для наружной канализации. Сейчас проводится монтаж оборудования и пусконаладочные работы. Этот год у нас здесь расширение на двух линий. С 2012 года у нас было 5 линий. В этом году расширились на 2 линий. И новая у нас линейка такая для наружной канализации трубы. В начале июля собираемся запустить ее. К тому же этот завод будет расширяться. На территории специальной экономической зоны построят еще одно предприятие по изготовлению пластиковых фитингов. Это такие детали, которые соединяют трубы. Раньше их завозили из-за рубежа. А это уже завод по производству железобетонных шпал. Акиму продемонстрировали процесс их изготовления на современном оборудовании. Предприятие – главный поставщик шпал на строительство дороги Жасказган-Бейнео. Железобетонные шпалы делают с высокими эксплуатационными характеристиками. Шпалы очень качественные. И самое главное – эксплуатационные характеристики. У них там до 200 км в час спокойно могут. А если там увеличить армирование, то можно до 300 км в час. Затем глава области побывал на Арселор Миттал Тимиртау и осмотрел блок разделения воздуха кислородного производства. Реализация этого проекта позволила на 21% увеличить производство технических газов и в 6 раз снизить расход электроэнергии. Сотни безработных карагандинцев получили шанс найти работу. Сегодня состоялась очередная ярмарка профессий. Почти полторы тысячи свободных рабочих мест населению предоставили 123 организации и предприятий города. Вместе с тем специалисты отдела занятости и социальных программ провели на ярмарке консультации для граждан по различным вопросам, связанных с трудоустройством. Сегодня они рассказали посетителям о возможностях при обучении и получении новой профессии, о выпускникам учебных заведений, возможности прохождения молодежной практики. Те, кому не удалось трудоустроиться сегодня, могли оставить свое резюме. Таким образом, безработный не теряет возможность получить желаемое место. В основном требуются средние специальные квалификации, это рабочие специальности. Электрики, электромеханики, сварщики, строители, медработники. В основном требуются в городе Карагандин. У нас избыток трудовых ресурсов. В основном экономические, юридические дела производители являются. Комедия с перчиком. Так определили жанр нового спектакля в Карагандинском государственном русском драматическом театре имени Станиславского. Вариация на тему классического Гамлета. Взгляд на трагедию Шекспира из кухни замка Эльсинор. Сергей Высокосов с премьерного показа спектакля «Гамлет в остром соусе». Убедительная просьба на время спектакля отключить мобильные телефоны. Большое спасибо. Если подобное обращение к публике принять за начало спектакля, то оно очень уместно и настраивает определенным образом на восприятие очень важного и необычного. Премьерный спектакль – это всегда событие для театралов. После первого просмотра по Караганде разносится весть, стоит или не стоит идти на новую постановку. И хоть вкусы у всех разные, от первого впечатления зависит многое. Сразу скажу, на спектакль идти стоит. Его поставил Иван Немцев-младший. Его работы тепло принимаются зрителями. Это и спектакли «Не покидай меня», «Примадонны», «Три красавицы». Юмор в драме – вещь очень тонкая, как и в классической пьесе. В спектакле «Гамлет в остром соусе» пять трупов, что нисколько не мешает оценивать остроты и смешные ситуации, возникающие в спектакле. Место действия, которое выбрал для своей пьесы «Гамлет в остром соусе» Альда Николаев – кухня. Все события подаются через взгляд кухонных работников. Они не только наблюдают, но и комментируют все события шекспировской трагедии. А трагедии происходят, но вне стен кухни. Даже тень отца «Гамлета» появляется исключительно розыгрышу кухонных работников. Вы правда его не видели? Нет. Не видели. Но мы видели других. Много других видели. Кого других? Призранок! Ой, ваше величество, а вам не пустим в сервис? С призраками общаться в замке и в волнох. Месть, обида, кухонные страсти, оказывается, управляют Эльсинором. Порой и в жизни происходит нечто подобное. Спектакль влечет за собой. Все время ловишь себя на мысли, а что будет дальше? До какого абсурда дойдет действие? И веришь в происходящее, как ребенок? Даже когда дуэль «Гамлета» происходит среди кухонной утвари, а его участники ведут себя, как избалованные дети. Итог, как и в трагедии, один. АПЛОДИСМЕНТЫ Вам обезжиренный йогурт, юная Афелия. Финал спектакля угрюм. Зато в зале не смолкали овации и крики «Браво!». Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Молодежь будет активно помогать пожилым карагандинцам. Сегодня был подписан меморандум о сотрудничестве между Управлением по вопросам молодежной политики, молодежным крылом ЖАС-ОТАН, детско-юношеской организации ЖАС-УЛАН и областным советом ветеранов войны и труда. Созданный в апреле этого года Институт наставничества «Преемственность поколений» будут развивать. Главной задачей проекта является формирование в обществе неравнодушного и бережного отношения к пожилым и престарелым жителям области. Активная молодежь, ЖАС-ОТАНовцы и ЖАС-УЛАНовцы будут посещать дома ветеранов, оказывать помощь по хозяйству, проводить утренники в детских домах, а также организовывать трудовые десанты в Центре помощи ветеранам. Соответствующее сотрудничество сегодня скрепили официальными подписями. Это наша взаимная, так сказать, дорога встречная со стороны молодежи, оказывать внимание пожилым вот этим вот людям, участникам военнослужащих, артилу военнослужащих, насколько это возможно. Встречаться с ними, помогать, насколько это возможно. Это одна сторона. Вторая сторона дела, обратная со стороны этих наших старших товарищей, это воспитательное значение. Суров и неподкупен. Вот стереотип имиджа любого судьи. Но когда наши законники встречаются с детьми, они сразу меняются. Областной Карагандинский суд решил устроить летний праздник для воспитанников детского дома Кулуншак. Два дня судейские подшефные будут развлекаться в одном из центров семейного отдыха. Дети никогда не должны чувствовать свою ненужность. А лето – это каникулы, масса свободного времени. И его надо заполнить интересными событиями, чтобы осталась память на весь год. Иногда так хочется вернуться в детство. А вот наши судьи областного Карагандинского суда решили сделать большой праздник для детишек детского дома Кулуншак. Глаза горят, ноги сами несут к аттракционам. Все интересно ребятам. Судьи не первый год шествуют над детским домом Кулуншак. Они подарили воспитанникам музыкальную комнату. Можно организовать настоящий ансамбль. Мы сформировали музыкальную группу. Купили мы им гитары, саксофон, клавесин. То есть музыкальные инструменты, необходимые для развития детей музыкального. Вы когда-нибудь стояли внутри мыльного пузыря? Нет. Потому что вы взрослый. И вам не понять всю прелесть радужного света, который вас вдруг окружает. А какие яркие аттракционы опробовали ребята? Сегодняшняя акция направлена на укрепление семейных ценностей, поскольку каждый ребенок должен расти в своей семье. Это не первое мероприятие, которое организуется между судом и детским домом. Уходить не хочется. Хочется снова и снова садиться в самолет или везти машину, кружиться на карусели и проехаться на паровозике. Но всегда все кончается. Правда, этих ребят ждет еще сюрприз. К вечернему чаю каждый получит сладкий подарок. Шефы постарались. Но пока это тайна. А завтра новая группа ребят из Кувеншака придет играть в семейный центр отдыха «Сафари-парк». Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Вечер памяти видного государственного и общественного деятеля Фазыла Карибжанова состоялся в областном казахском драматическом театре имени Сакена Сейфулина. Общественность Караганды собралась на вечере памяти Фазыла Карибжанова. В послевоенные годы он был направлен в Карагандинский обком партии вторым секретарем поднимать производство и сельское хозяйство региона. За трудовые заслуги был награжден орденом Ленина и знаком почета. В вечере памяти принял участие известный государственный и общественный деятель, поэт Кокимбек Салыкови и родственники Фазыла Карибжанова. О новостях спорта расскажет мой коллега Берик Апаров. Он уже в студии. Берик, здравствуй. Здравствуй, Ирина. Новости спорта через пару секунд. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. Сегодня карагандинский шахтер в рамках четвертьфинала Кубка Казахстана в выездной игре встречается с командой «Астана». Напомню, ранее главный тренер команды Виктор Кумуков выразил крайнюю заинтересованность в победе в этом турнире. Проект «Лето с чемпионами», стартовавший в начале июня, продолжает свое шествие по спортивным площадкам города. На этот раз профессиональные гандболисты на спортивной базе школы номер 23 провели очередной мастер-класс. Десятки мальчишек и девчонок пришли посмотреть на то, как занимаются будущие и действующие чемпионы республиканских и международных соревнований. Всем процессом руководил капитан национальной сборной Казахстана, мастер спорта международного класса Ирина Боречко. Открытая тренировка направлена прежде всего на подготовку к играм чемпионата Казахстана, которые пройдут в «Астане». Ну, сейчас у нас на тренировке, здесь на мастер-классе 18 человек принимают участие. У нас идет подготовка к чемпионату Республики Казахстан в высшей лиге, готовимся сейчас. Ну, из наших девочек, вы спрашивали, кто это. Три человека в данный момент сейчас вот из этих деток попали. Попали у нас в юношескую сборную Казахстана и уезжают на азиатские игры, на юношеские в Китай. Одной из главных звезд нашей команды является Марина Зайцева. Игрок гонбольной команды «Астана» уже получила вызов в национальную сборную и будет готовиться к играм в декабре, которые пройдут, предположительно, в японском городе Хиросима. Я занимаюсь гонболом уже 9 лет. Начинала здесь, в Майкудуке, в Пришахтинске, как параллельно занималась. Первые тренера мои – это Боречка Рененкентин, Алива Наталья Юрьевна. Сейчас вызвали нас на сборы, в национальную сборную. Сейчас в национальную сборную будем готовиться. Готовимся к чемпионату Казахстана. На этом у меня все. Берегите себя, занимайтесь спортом. Спасибо, Берек. На этом наш выпуск подходит к концу. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман Сау, Волгздар. Редактор субтитров А.Семкин